В столице республики впервые проходят первенство России по универсальному бою. Спортсмены соревнуются в двух возрастных категориях. Юноши и девушки 16-17 лет и юниоры и юниорки 18-20. Четыре дня участники будут выявлять сильнейших и разыгрывать путевки на первенство мира. За открытием соревнований наблюдал Аслан Гоуф. Безкомпромиссные противостояния на арене, активная поддержка трибун и все это в атмосфере спортивного единения. Первенство России по универсальному бою впервые на Северном Кавказе и сразу в КБР. Более 600 молодых спортсменов из 45 регионов страны соревнуются в разделах «Лайт» и «Классика». Позвольте мне от имени руководства и всех жителей нашей республики поприветствовать наших уважаемых гостей, тренеров, судей и, конечно же, участников. И я уверен, что каждый из участников сегодня сделает все возможное для того, чтобы стать лучшим бойцом. В первые два дня соревнования в разделе «Лайт» он поделен на два раунда. Сначала спортсмены, показывая удивительную координацию и ловкость, преодолевают полосу препятствий, на которой они, помимо прочего, должны преодолеть двухметровый забор, пройти по рукоходу, спуститься по канату. Этот спорт не просто так называется универсальным. Ребята также должны уметь метко стрелять из пневматического пистолета и метать ножи. Далее второй раунд. Здесь спортсмены переходят к борьбе. Она ведется только до партера, без болевых и удушающих. За победу в каждом из раундов начисляется по одному баллу. При ничейном исходе по итогам полосы и схватки назначается дополнительный раунд в борьбе. От сборной КБР в соревнованиях принимают участие 44 спортсмена. Мы готовились, месяц проходили сбор. По утрам, вечерам всегда бегали, занимались. Наш тренер Руслан Бутуканов всегда гонял нас туда-сюда, чтобы мы сегодняшний день нормально провели и не проиграли. Я ранее был призером России, теперь хочу победить. Наравне с юношами соревнуются и девушки, которые ни в чем не хотят уступать. И порой показывают даже более зрелищные противостояния. Волнение все-таки разное присутствует. Я уже занимаюсь 12 лет и занимаюсь каждый день по два раза в день. Так что подготовка у меня хорошая. Я хочу победить и отобраться на первенство мира. После версии «Лайт» в третий и четвертый соревновательные дни спортсмены начнут борьбу в разделе «Классика». «Классика» у нас чуть пожестче. Также преодоление полосы препятствий и рукопашный бой в ринге. Там уже и ударная техника, и бросковая техника, удушающие болевые приемы. Универсальный бой относительно молодое, но одно из наиболее активно развивающихся единоборств. Его по праву можно считать отечественным видом спорта. И с каждым годом увеличивается число его поклонников. Действительно хорошая команда федерации собралась, хорошая команда собралась в регионах. И вот показатель того, что вид спорта растет. Сейчас у нас официально аккредитованы 53 региона, ну еще 10 у нас на подходе. Но мы стараемся, ставим все планки, что в течение нескольких лет действительно все регионы, чтобы занимались нашим видом спорта. По итогам всех соревновательных дней победители отберутся в национальную сборную и получат право выступить на первенстве мира, которое пройдет в конце этого года. Аслан Гоу, Николай Гречко, Новости.